В украинской оппозиции считают, что переговоры о подписании соглашения об ассоциации будут продолжены только после того, как сменится власть в стране. И короткая цитата у меня есть. Это цитата от 15 декабря. Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефен Фюлли в твиттере писал «Слова и действия президента и правительства Украины в вопросе соглашения об ассоциации расходятся все больше и больше. Их аргументы не имеют никакой связи с реальностью. Я сказал первому вице-премьеру Сергею Арбузову в Брюсселе, что дальнейшее обсуждение зависит от четкого обязательства подписать соглашение об ассоциации. Работа отложена, ответа нет». Говорит ли это о том, что мы оказались сейчас в такой тупиковой ситуации, выхода из которой на данном этапе пока нет? Как вы считаете? «Я считаю, что это сейчас ситуация. Ну, то, что партия регионов издевается над Европой, это понятно. Тут нечего обсуждать. Они не издеваются. Как и над нами, гражданами». «Своими действиями». «Да, они своими действиями морочат голову, говорят одно, другое 7-5 на неделю, посылают Арбузова, потом все переигрывается. Это смешно. Они просто издеваются над Европой в очередной раз, пока кто есть. А общая ситуация, ну, мне кажется, она, к сожалению, к этому давно шла, она очень сложная, потому что это матрица на матрицу, да? То есть это европейская модель общества, за которую выступаем мы, и это азиатская модель общества. Они говорят евразийство, но по сути это азиатство, которое золотое, а за которое нет, которое тянется с золотой орды. Вот это вот подчинение общества, когда люди боятся, да, люди боятся на страхе перед начальством и властью. И это, к сожалению, это стенка на стенку в какой-то мере, с точки зрения, и к этому шло. И поэтому я не хочу сказать, что ситуация простая, она действительно серьезная. Но я убежден, что Украине, конечно, нужно только европейские ценности. А они за архаику, да? Они за золотую орду. Золотая орда – это они, а мы – это Европа. Вот так вот.